Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы занимались походниками за головами, которые работают и на Лоредо, и на каких-то вообще левых людей. Они банально убивали людей, там, убивали эльфов, одевали их в зелёные тряпки, как они соизволили выразиться. Это довольно-таки неприятно. Ещё учитывая то, что они выполняли работу для Лоредо... И не вовремя! Тогда позже. Что значит, блядь, не вовремя? А когда будет вовремя, мать твою? Во сколько ты встаёшь-то, сука? Ну давай в полдень, чё? Ты проснулся? Чё тебе надо? Говорят, ещё никто не смог побороть тебя на руках. Хе-хе-хе, а то! Хочу стать первым. Хочу, но в таких много было. Только хрен чё вышло. Ну и чё? Давай бороться, чё? Ладно, пошли со мной. Только давай сразу, у меня потом времени не будет. Ясно. Ну, пошли с тобой, чё. Какой мужик! Одни жилы. Ничём на хлеб зарабатывает. Ну да. Я такой, да. Ну чё, давай бороться. А то. Можем начинать. 50 аренов, мать твою! Ну, блин, с ним довольно сложно делать. Не, слабак. Я думал, будет ещё сложнее. Сильный как бугай. Вот твои арены. Раз стоял у нас тут отряд наёмников под командованием Адама, этого, Панграта. Да, знаю такого. А я тут сильнее всех. Вот и попробовал с этим Адю потягаться. Сила у мужика, прямо скажу, нечеловеческая. Положил меня как младенца. Ну да. Если где его встретишь, скажи, Бартоломей пьёт за его здоровье. Непременно. Слыхали? Ты ещё одного короля убили? Что значит ещё одного? А, ну да, точно, точно. Так, беда с троллем. Бойцовский клуб. Король Зиги. Геральда в кулачных боях. У трактира. Угу. Хорошо. Давайте-ка тогда займёмся сначала. Троллем? Ты что такое не идёшь? Потому что я всё-таки всё решил. С этим троллем убить нашёл, наказал. Эээ, фак. Где этот мост? Так, там мост Гейрон. Вот это вот. Вот этот мост. Короче, прямо по дороге. Я думаю, я его не пропущу. Нет, лучше серебряный меч. Он тут лучше подходит под местную флору и под местную фауну. Эээ, мать вашу. Я хоть туда иду? Нет. ХЗ, честно говоря. Ну, давайте пройдёмся, посмотрим. Не, по-моему, этот мост слишком большой. Ну, сейчас пройдёмся, посмотрим. Или сюда, или не сюда. Не, всё правильно, всё верно. Тролль, смотри, что есть. Ну, кстати, башку я её не выкупил, ну, ладно, не выиграл. Дайте водки, краснолюд. Тебе водка совсем глаза залила. Зачем вернулся? Я передумал, умрись, сука. Нет, я нашёл убийц твоей жены. Я наказал убийц твоей жены. Ну, и наказал, само собой. Моей? На кладбище найдёшь то, что от них осталось. Найду. Починишь мост? Починю. Только гляди, чтобы лапы не тряслись. Нет больше пить. Разум стал спокойным. Ну, видишь, как всё хорошо. Теперь и с мостом разобрались. Так, а какой у нас следующий хвостяк? Ага, вечером нужно на бойцовский клуб сходить. Это, конечно, здорово, здорово. И тогда уже пойдём решать дела с Кейроном, потому что это всё-таки, типа, зверюга терроризирует местный посёлок. Я не знаю, успеем ли мы в этой серии. И так, по идее, должны успеть, потому что зверюга хоть и знатная, но не особо страшная. Учитывая то, что я, в принципе, уже закрафтил себе зелье из тени Коста. Я договорился с тобой и с троллем. Он сдержал слово. Ты нет. У меня нет таких денег. Какого хера ты, блядь, не найду? Я тебя убью. Я поищу. Это разбой. На, подавись. А какого хера ты сказал, что да, я согласен. Ну, блядь. Что ты вообще хотел? Ведьмаки выполнять свою работу, блядь. Какие ещё хвосты у меня остались? Кейрон, Больцовский клуб, убийца королей, Мистическая река, Могово Чудовища, Герентин, Тени Кост. Вроде всё есть. Такс. Сохраняемся? Обязательно, вообще. Первым пунктом это сохраниться. Так, эльфы до сих пор висят. Чего? Давайте искать чувачка. Грибы. Картофлю. Почему картофлю? Это ты, Зиги? Если хочешь жить, Больцовский клуб, кого я вижу, не будь я король Зиги. Обдумал моё предложение? Конечно, Зиги. Да, я готов. Я объясню тебе всё по дороге. Ока. Теперь говори. Знаешь, чем знаменит Флодзам? Ничем. Ну как так можно? В долине Понтера есть только два города, которые достойны внимания. Это Бондарь, в котором лучшие шлюхи севера. И Флодзам, где проводят лучшие кулачные бои. Кто проводит? Официально никто. Но стоит приглядеться, и ты глазам не поверишь. Это мир страстей, мир силы, взлётов и падений. Я выставляю собственных бойцов. Стой! Ты не узнаёшь короля Зиги? Тебя узнаю. А кто с тобой? Серьёзный мужик. Король Зиги других не держит. В последний раз твоего парня вынесли поломанным через четверть часа. Понятно. Сейчас всё будет иначе. Вот увидишь, сам комендант поставит на него целое состояние. Ладно. Но ежели хочешь его провести, пускай оставляет тут все свои железяки. Согласен. Будь по-твоему. Считай, что ты уже богат. Оружие будет в ящике у ворот. Понял. Такс, такс, такс. Ну чё, Зиги? Го. Го, я сказал. Мать твоё. Лореда? Собственной персоной. Он разрешает бои? Разрешает? Он их устраивает. Тут крутятся большие деньги. В последнее время мне немного не везло, но благодаря тебе король Зиги прославится в веках. Ты только не подведи. Ага. Убодряешь и ввели копытами, мать твоя. Дай ему вхарю. Нихера себе. О, клоун Зиги возвращается. Возвращается с триумфом. У меня есть боец, о котором скоро услышат каждый. Убийца-чудовище? Как ты его уговорил? У короля Зиги свои методы. Вечер обещает быть интересным. Через минуту мы попадём в историю флотзамского мордобоя. По деревням будут слагать песни о Зиге Геральте. Ты главный выиграй, а я займусь остальным. Готов? Да, готов. Великолепно. Ты ещё будешь носить меня на руках. Твоим первым противником будет Сухой. Его так зовут, потому что он выжимает соперников в досухо. Глядишь, и Сухой обмочится. Держись! Котчо! Да я нажимал, ёпта! Да, Сухой не очень. Славно ты его разукрасил! Кто дальше? Марку раз когда кладёт всех одним ударом. Поехали! Попробую узнать, какой у него второй удар. Удачи! Держись! На! Немножко трейхарда, потому что раз как дам, это в принципе неплохое имечко, как для кулачного бойца. Но нет! Ты открытие всей моей жизни! Хочешь сказать, мы созданы друг для друга? Ёпта! Именно так! Перебор! Но нам ещё многое предстоит пройти. Твоим следующим противником будет Сикач по прозвищу Хер. Хер. Его никто не любит? У него порты с бахромой. В прошлом месяце он откусил противнику ухо. Поехали! Да давай сюда этого хера. Ну чё, хер? На, бля! На! Да, я не херю! Мать твою! Зататуированный весь, бля! Вообще ты такой не очень! Дай ему в херю! Анимации бы реально побольше было бы вообще лафа. А то, блин, пару анимаций, они тут все такие не очень. Ну вот, анимации добивания, конечно, отличные. Суперская. Ещё один, и мы знаменитые и богатые. Кто? Ждан. В драке против него меньше, чем вчетвером не выходят. Поехали. Сделаю его одной левой. Не стоит его недооценивать. Разберу, не парься. Ведьмак, позволь на минутку. Прекрасная техника. Спасибо. Приближается последний бой, и все ставят на фаворита. На тебя. Все, кроме меня. Чего ты хочешь, Лоредо? Ждан должен выиграть. Но на самом деле выиграем мы с тобой. Треть выигрыша твоя. Это не вопрос. Это констатация факта. А, пошёл ты нахуй. Ты понимаешь, блядь, что я приду за твоей жопой, блядь? Я понял. Ты обычный мошенник. Меня не интересует твоё мнение. Ты должен сдать бой. А иди ты, папаша. Ну, покажите мне этого, что... Вот это, блядь! Вот это, блядь, Ждан? Ебать. Добей, выродка. А, блядь, с такими красавчиками, блядь, дрался. И здоровая, и статная, это, блядь, хуйня какая-то. Держи! Монаха какого-то задроченного, блядь. Добей, выродка. Поднимайся, сука. О! Вообще ничтожество. Плати. Вот твои деньги. Стража проводит тебя до ворот. Ты об этом пожалеешь. Пошёл ты нахуй, понял, блядь? А я говорил, что мы выздоровеем. У меня нюх на эти дела. Я знал, что он обычный ублюдок, но всё-таки. Да ты что? А как же веселье? Круг почёта. Ты чё, охуел? Дормовая выпивка в каждом трактире. О девках я и не говорю. Трахни их от моего имени. Ты, блядь, плати, товарищ. Потому что, знаете, дело такое. Такс. Ну, по броне, да. Штаны мага оставил, боже мой, себе оружие. Блядь, чё-то я делаю вообще. Успех ворона, пожалуйста. Ну, вот как-то так, да. Трофеев у меня пока нету. Ну, да ладно. Первым будет, пожалуй, Керин. Ну, вот. Так, Лореда мы обломали. У тебя вообще есть чё-то новое? Или нет? Так, Геральт, славка. Давай. У тебя есть вот это, у тебя есть вот это. В принципе, неинтересно. Доспех этот и неплох, но он мне не подходит. Он мне не нравится. Пять урона. Ожог. Сколько стоит? Тысяча стоит. Ёбанно, враг. У меня нету таких денег. Ну, типа, деньги есть, но ради чего. Эссенция вообще. Вот эту кожу надо купить всю. Камень стихии, это пише-то говно. Клепанная кожа. Крепкое сукно, масло. Крепленную кожу. Такие вещицы, пожалуй, надо покупать, потому что все-таки они довольно... Короче, пригодятся они. Штаны мага. Вы же брать. Бери. Спецотряда я оставлю, как память. Так, тут ничего продавать не буду. Хотя масла можно было и продать. Некоторые ловушки, капканы, пожарищи. Капканы забирай. Пожарищи тоже, в принципе, забирай. Нет, вообще не упала. Бомбы. Конечно, по... По деньгам я не поднимусь, но... Да ладно. Так. Ингредиенты. Тут мы ничего не подаем. Так, спасибо. Смелый какой. Так что, давайте-ка выставим какое-то задание. Она активная. Кейрон, Тинекост, Царька, Убийца Королей. Кейрон. Привет тебе от коменданта Лореда. Ёб твоё. Сейчас мой коллега скажет тебе кое-что очень важное. Послушай меня внимательно и запомни. Бля, ребят, вы чё-то какие-то вообще не очень. Я вас вообще вертел на всём, на чём можно вас вертеть. Поэтому... Лореда, надо было присылать армию. Хвала богине. Хвала богине. Хвала, чё. Ведьмак, я ждала тебя. Нам предстоит убить монстра, который способен утопить целый корабль. Боишься? Нет. Нет. Но лучше выманить его на берег. Предоставь это мне. Хорошо. Мне не терпится взглянуть, как ты будешь его выманивать. Уж я постараюсь. А вся слава достанется тебе. Слава? Ты будешь убивать его на берегу. Трис утверждает, что Кейрон создан магией. Она права. Нечто настолько огромное не смогло бы возникнуть в этих водах само по себе. Похоже, это последствия какого-то неприятного эксперимента. Тварь стремительно растёт. И, видимо, так же быстро состарится. Ясно-понятно. Ну, меня, в принципе, всё остальное не волнует. Я готов. У меня есть всё, что нужно. Пойдём. Отлично. Идём. Ты готов? Мне кажется, или ты накрасилась. У всех свои ритуалы. Мне очень жаль, но Кейроны не различают цветов. Закроем эту тему, Геральт. Она не для Кейрона красилась. У тебя есть какой-то козырь в рукаве? У меня всегда припрятан туз. Не дай себя сожрать, и скоро мы станем героями. Мы. Твоими бустами. Иди вниз. Я останусь на мосту и вытяну тварь на берег. Короче, ты не жужжи, ок? Так. Для начала. Медитация, эликсиры. Мне бы, пожалуйста, чай. Подожди, мангуста. 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 И ласточку. Да? Даёт возможность... Блядь, это не то. Ласточка. Восстанавливать здоровье в бою плюс один. Токсичность двадцать пять. Чайка. Блин, ласточка ж, по-моему, там восстановление. Ага, чайка это... Короче, чайка это на энергию. Ну давайте и чайку тоже ебать. Какая-то. Кошка по-моему, минус десять. Здоровье. От чайки минус пятьдесят. Оставь, пожалуй, её себе. Так, тут никаких отрицательных. Тут никаких отрицательных. Поэтому выпили. Чё, я выпил оба? Чайка, ласточка. Всё нормально. Да-да-да, судя по всему, это всё. Сохраняемся. Сейчас даже сохранюсь, пожалуй, на отдельный слот. Ну вот когда-то. Го вниз. А, ещё бы. Поставить эту ловушку. А я не помню, как эти ловушки выглядят. По-моему, ай. Эти ловушки называются. Ну ладно. Так, не сюда. Я думаю, за десять минут я убью его. Победить, Кейр. Добрая, блядь, душа. Это магичка. Вся слава, говорит, достанется тебе. Окэ. Ни хера себе. Оля. Продолжение следует... 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 Окей. Блядь. Ну ё-моё, ну шо такое, ну? Прекратить! Такс. Быстрее! Он сейчас вырвется! Никуда он не вырвется, всё будет нормально. Нихуя! Блядь! Блядь! Что за говно? Эй! 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 Что за говно? Что за хуйня, блядь? Это вообще как, блядь, понимать? Ну заебись, блядь! Просто заебись! Сука! Всё просто отточено, блядь, до мельчайших деталей! Багов в игре просто 0.0%! Ёма народ! Кто эту игру тестировал, блядь? Фу! Ладно, дойду до этого момента, включусь. Мы где-то приблизительно на том же месте, прямое включение прямо со щупальца Кейрона, и мать его ёпт, мост заваливается. Хорошо. Иди сюда, тупая блять. Точнее я иду к тебе. Так даже лучше. Бомба! Бьяч! Чё? Это всё? О, заклинание левитации. Круто. У нас получилось. Неплохая битва, Геральт. Понравилась. Было сложно. Всё хорошо, не парься. Всё в порядке. Я потратила много сил. Если бы мне пришлось тебе помогать... Меня учили обрабатывать раны. Одна чародейка. Чего мне бояться? Ну да. Ты, как любой ведьмак, изображаешь из себя скалу. Почему? Каждый бой приносит синяки и шрамы. Со временем привыкаешь. Ты говоришь, как старик. Волосы у тебя и правда седые, но кровь-то ещё горяча. Строишь планы относительно меня? Пока у меня планы только относительно Кейрона. Тогда до встречи. Не забудь о награде. Не беспокойся. Так, ну мне бы не помешала какая-то частичка Кейрона. Бля. Глаза Кейрона, ткани Кейрона, шкура Кейрона, трофей Кейрон. Ой, пардон. Не то. Нажал трофей Кейрон. Так. Трофей Кейрон. Давайте всё посмотрим. Шкура Кейрона. Алхимический ингредиент содержит фульгор. Глаза Кейрона тоже фульгор. То есть, в принципе, укреплённый штаб. Книга, вещь, заклинание, заметки. Заметки о Шале де Тенсервиль. Ага, это здорово. Ну ладно. Шал де Тенсервиль. Спасибо тебе большое, конечно, за нехеровую помощь в отношении Кейрона. Так, давайте прокачаемся. Тут два, тут два, тут два. Восстановление энергии в бою позволяет отбивать стрелы. Это мы успеем, я думаю. Прокачать путь мечника. Что тут есть на первую прокачку? Урон от удара в спину снижен на 200%. Урон при ударе в спину позволяет контролировать удары противника. Это интересно. Так, дальность перекатов и кувырков. Это, судя по всему, в ловкача уходит, если я не ошибаюсь. Снижение угрона. Хотя нет, тут нету веток именно ловкача, силовика и чего-то такого среднего. Ну, не знаю, чё. Удар в спину, это, конечно, здорово, но, типа, нет. Здоровье плюс 20. Неплохая херня. Урон бомбами и ловушками не подходит. А вот синтез, то есть, здоровье плюс 20, это очень даже неплохо. Тут бы ещё, конечно, прокачать именно отбивание стрел, но в жопу, типа, она не нужна. Нету критической необходимости. Путь чародея, путь алхимика, давайте-ка. Кинем сюда. А там уже разберёмся, потому что следующий уровень даёт здоровье плюс 100 единиц. А дальше будем качать, наверное, путь меччика. А вот контролировать удары противника, это интересно, типа, ок. Подожди, так я не всё поднял, что ли? А, так у меня же два таланта сразу. Ну, давайте тогда два таланта сразу. Чё бы мне. Вот. Всё. Я стал намного живучей. И... Получить награду за убийство Кейрон. Обязательно. Как же без этого? Давайте возвращаться в город. В принципе, квестов у меня не осталось, поэтому... Ок. Но тут же ещё какая-то будет ветка по поводу Скайтаэлей и Лореда, местной власти. Лореда тут ещё за гнильцой, конечно, товарищ. И вот именно в этой игре мне больше импонирует всё-таки сторона Скайтаэлей. И именно Йореда. Потому что, ну, всё-таки это человек дела, человек чести, можно сказать. Хотя и довольно сомнительный. Ну, да ладно. Разберёмся по ходу. Почему я в первой части был за Орден, хотя я досконально знал, что это приведёт к тому, что всё-таки Орден наберёт силу, иметь власть. И что Великий Магистр это всё-таки предатель. Ну, как предатель. Он стоял за всеми бедами нашего ведьмака. Но, типа, я всё равно выбрал сторону Ордена, потому как... Мне вот нравился, например, Зигфрид. Который был реально человеком слова, человеком чести. Несмотря на то, что Геральт всё-таки мутант. А Скайтаэли вели себя реально не просто как представители другой расы. А просто как ублюдки, которые считают себя выше остальных, выше и лучше остальных. Я думаю, они получили по делам и сдохли как псы на своей помойной куче. Но это моё мнение, пожалуй. Оно может не совпадать с вашим, но это всё-таки моё мнение, и я имею право его высказывать. И никому его не навязываю. Такс. Получить награду за убитого Герана. Пожалуй, да. Я ему и говорю, гони кошель. Задание сделано. Кейрон мёртв. Хорошая работа. Деньги твои. И прими на память вот эту вещицу, чтобы не считал нас скупердяями. А чё ты дал? А чё ты дал-то мне? Чертёж доспеха из панциря Герана, ёпта. Фак. Это, конечно, здорово. Но, блин, у меня, как бы, у меня нету крепкого сукна, крепкой кожи. Блин, дратва есть. Я могу закрафтить, потому что у меня чертежи есть. Согласен. Ну, давай. То есть, эта ветка вообще должна была развиваться именно так? Нет, подожди. Хотя, блядь, придётся с ней идти, потому что всё-таки... Потому что этот квас не перерубит, к сожалению. Вы тут чего-то? Мы хотим поговорить с раненым пленником. Ущать не велено. Я выполняю распоряжение коменданта Лоредо. Слыхал, сговорились вы, но... Тогда уйди с дороги. Ничего вы из него не вытянете. Помирать. Помирать, говоришь? Разберёмся. Я тебе, сука, покажу, как стонать. Тихо там, внизу. Это ты, что ли? Его пытали. У него дюжина переломов. Мне нужна твоя помощь. Что делать? Я применю очень болезненное заклятие. Если он начнёт метаться, это может его убить. Ясно. Я придержу его аксием. Отлично. Смотри, перхатый заснул. Акси. Смотри, ку... Это как понимать? Ах ты гнойный прыщ! Чуха, чуха, чуха. Нечего тут железякой махать, ясно? Ну я не могу применить акси, они достоят оружие. Это как понимать? Нечего тут железякой махать, ясно? Ладно, ладно, сохраняемся. Что-то использовать акси. А, можно и так. Я понял. Ой, блядь. Ничего из этого не выйдет. Как бы не так, ублюдок. Я не предатель. Он бредит. Вадгерн? Где я? Во Флотзаме. На тюремной барке. Барка приговорённых. Это конец. Ага, то есть можно принять сторону Скайтеля и прям сразу, прям тут. У нас общая цель. Мы боремся с комендантом Лоредо. Один раз я уже поверил, Тхойне. Второго раза не будет. Мы вообще-то спасли тебе жизнь. Без нас ты умирал бы сейчас в мучениях. Без Тхойне меня бы тут и не было. А я тут ни при чём вообще? В отряде Йорвита есть ведьмак. Оказалось, он ублюдок. Как все Тхойне. Что случилось? Он предал нас. Предложил мне договориться. Мы встретились там, где растут розы памяти. Розы памяти? Их теперь мало. Он думал, ради власти я предам брата. Никогда такого не видел. Ни один человек не может так быстро двигаться. Это была резня. Я принял первый удар. Он меня не добил. Это был Лето. Я бы умер, но меня нашли люди Лоредо. Лето убьёт Йорвита. Всё пропало. Столько жертв, столько боли. Всё зря. Ну, в принципе, я знаю, что это так. Зачем ли это хочет убить Йорвита? Зачем этому Тхойне убивать Йорвита? Он использовал нас. А потом Йорвит стал ему не нужен. Начал мешать. Я не знаю, чего он хочет. Что планирует Йорвит? Чего хочет Йорвит? Почему именно Флотзам? Пошёл ты. Бля. Ты должен мне сказать, я на вашей стороне. Если так, Флотзам только начало. Мы не бандиты. Мы боремся за свободу. Настанет час, Йорвит ответит на призыв. Мы выйдем из лесов и вступим в Великую Битву. В какую? Я не знаю. Тогда я узнаю обо всём от самого Йорвита. Хотел бы я на это посмотреть. Ну, к сожалению, у тебя не получится. Ну ладно, давайте контрольный вопрос в принципе. Этот лето и есть убийца Фольтеста? Лето убийцы короля? Да. Ну, предсказуемо, чё. Мы слышали всё, что нам было нужно, прощай. Мы получили то, ради чего пришли. Что дальше? Йорвит. А если Йорвит уже знает? Придётся напомнить ему старую поговорку. Враг моего врага, мой друг. Предупреди его, Гвинблейд. Йорвит сражается потому, что умеет это лучше всего. Он Аэнцейдхе. Настоящий. Свободный. Один из последних. В этой борьбе есть смысл. Сейчас, как никогда раньше, есть ещё надежда. О чём-то, Киаран? Надежда на что? На перемены. На завтра. Я его уже не увижу. Я умру здесь. Уйду туда, где цветут яблони. Предупредите Йорвита. Йеннифер сказала, что Цири ушла. Она живёт сейчас в другом мире. Там она счастлива. Уходя, она подарила нам остров Яблонь. Наш остров. Время остановилось. Говорят, что всадники дикой охоты бессмертны. Они несутся по небу, сжимая мечи в костлявых ладонях. Они уводят смертных, пополняя кавалькаду новыми всадниками. Они сожгли дом и сад. Растоптали наш остров сапогами. Они забрали Йеннифер. Я должен был найти её. Вернуться в реальность. Вернуться на путь Ведьмака. Вот это, кстати, очень интересное толкование, потому что Цири, Йеннифер... Геральт, с тобой всё в порядке? Я был на острове Яблонь, среди тумана. После погрома в Ривии. Цири отвела туда меня и Йеннифер. Призрачные всадники похитили Йен, а я бросился в погоню. Но... Трис, это важно. Всё постепенно складывается. Когда полгода назад Ведьмаки нашли меня едва живым под Каэр Морхеном, за мной гнались призраки дикой охоты. Они преследовали меня и в Визиме, когда я убил великого магистра. А теперь я уверен, что это было не случайно. Киаран сказал, что здесь растут розы памяти. Седрик тоже упоминал о них. Если это правда... Сейчас надо искать Йорвета, а не цветочки. Я могла бы вернуть тебе память. Ты серьёзно? Похоже на то. Чтобы не закрывало твои воспоминания, преграда слабеет. Если бы у меня был хоть один лепесток розы памяти, я сломала бы барьер. Эти цветы действительно обладают большой силой. В таком случае Йорвет подождёт. Мне сходить с тобой? Я сам справлюсь. Я всё сделаю сам. Подожди меня в городе. Я хотела помочь. Я сам справлюсь. Но... Это не займёт много времени. Я расспрошу местных про эльфские развалины, найду розу и вернусь. Я буду ждать. Это слишком опасно, Мерегуэль. Где-то там внизу. Найти розу памяти. Я знаю, где её искать, но всё-таки давайте спросим. О. Доброго тебе дня. Солдат Роше. Ядрить его. Ядрить его, да. Согласен. Ядрить его, мать. Ладно. Нужно поговорить с Эдриком по поводу роз памяти. Нужно добыть их. Потому что всё-таки память самого Геральта действительно важнее, чем всё то, что происходит сейчас вокруг. Эльфы до сих пор висят. Ничего не меняется. Сохраняемся. Аксий? Нет, вообще, пожалуйста. Арт. Что, красот захотелось? Да, захотелось. Такс. Приветствую. Не понял. Осторожней. Только и делаем, что на лес пянемся. Уже башка круга. Подожди, Одесса, Эдрик. Увидал, что? Это довольно-таки странно. Ладно, давайте поспрашиваем бендюги. Сыж ты. Не лучший день. Нет. День меня в затуху сила. Мне с утра тошно. Приветствую. Да бля. Ёпта. Будет кто-то со мной разговаривать или как? Блюдочный. Ой, какая карта здоровая. Такс. Вот тут растет роза памяти. Одесса, сука, Седрик. Давайте поболтаем с охотником. Может он что скажет? А, подожди, это не ты. Тут живет у нас не охотник. Тут у нас живет как раз этот раздолбай, который считает себя лучшим вообще спортсменом, лучшим армрестлером. А этот дебил где? А, вот он. Так. Одну вещь. Щ.К. Так, сколько мне вообще? Мачей. Вот. 14 тканей, 6 чего? Что это вообще? Укрепленная кожа. У меня есть? Укрепленная кожа. 6 штук. Раз. Не хватит. Нужно масло. Два. Ну, три. Да. Три есть. Еще три нужно. А это что? Крепкое сукно. Крепкая кожа, крепкое сукно. Сколько его там надо? 14 штук. У меня не хватит. Хотя нет. Если я всю драту только отдам. Раз. Два. Три. Блядь, что я вообще сделал-то? Ебать твою мать. Ладно. Молодец я большой. Блядь, а штаны походу закрафтил. Не драт вы теперь. Сука. Ладно. Хуй с ним. Драт твоя. Укрепленная кожа. Крепкое сукно. Блядь. Может ты продашь мне? Я не знаю. Потому что пиздец как надо. Давай я тебе продам. Сколько? Ты посмотри, блядь. Я три штанины закрафтил. Ебана в рот. Ладно. Крепкое сукно. Сколько ты за него хочешь вообще? 96 монет. Ладно. Давай. Благо бабло есть пока что. Дратва. Всю, пожалуйста, дратву. Она у тебя все равно копейки стоит. Фак. Это пипец, конечно. Просто пипец. Как можно было так провтыкать? Легкая кожаная куртка. Просто пипец, реально. Сколько мне там еще не хватает? Дратвы не хватает, блин. Кожи не хватает. Ткани не хватает. Сукна могу еще скрафтить крепко. Немножко. Ага. У меня уже сукна нет. Блядь. Ладно. Короче, все понятно. Пока не бабла, не тем более. Стоп. Кирка, поварешка, кожа. Олин. Ну, давай, еще тебе продам. Жерди, держи, поварешка. Это мы оставим. Все это продавать пока не будем. Нихера себе, точильный камень. Это на время действия, поэтому. Нахер. Лучше буду при деньгах. Такс. Алмазную пыль. Так, давайте посмотрим, что тут вообще можно. Нихера у тебя рецепты, конечно. Здоровско, здоровско. Тяжелая куртка. Укрепленные сапоги. Магическая вещь. Ну, легкая броня мне вообще, в принципе, не всралась. Но крепкие перчатки. Ормазная куртка. Это пыль. Блин. Дороговато, конечно. Ну, типа, давай еще. Пыль появилась теперь у меня. Ну, давайте еще метистовую пыль, в принципе, да. Все для крафта, так все для крафта, че. Укрепленные сапоги. Броня плюс один. Жалко, я не могу посмотреть прямо вот так вот, что на мне сейчас. Ну, да ладно. Думаю, сапоги крафтить не буду. Где-то выбью. Хорошие. Фу. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я завершу серию. Она какая-то вот под завершение, под завязочку получилась такая вот раздолбанная. Потому что я решил заняться немножко крафтом. Блин, надо искать того, кто мне может рассказать именно про розы памяти. Скорее всего, я найду кого-то здесь. Вот даже кого-то из старейшин, наверное. Или вот этого, что мне работу давал хотя бы, да. Донат. Нет, в этой игре доната нет. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых видео. И удачи.